Шойгу конкуренция между мировыми центрами силы возрастает. Как далеко не спокойную охарактеризовал нынешнюю обстановку в мире министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, международная обстановка в настоящее время характеризуется обострением конкуренции между мировыми центрами силы. В то же время нарастают факторы неопределенности, фиксируются всплески нестабильности и насилия в разных регионах планеты. Кроме того, по словам главы Минобороны РФ, в районах традиционных интересов России наблюдается рост конфликтного потенциала. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как и чем будут усилены войска на юге, западе и востоке России. Фото, Вадим Савицкий. Соединенные Штаты Америки стремятся удержать позиции сверхдержавы. «Для этого манипулируя международным правом и настойчиво стремясь изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование России своих прав в рамках договора по открытому небу», заявил Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства. Минус. Первый полк с авангардом встанет на боевое дежурство в декабре. Министр уточнил, что США продолжают развивать систему передового базирования Североатлантического блока в странах Балтии, Восточной и Южной Европы. Уже более 200 экипажей из 13 стран НАТО получили навыки полетов над территорией Прибалтики и акваторией Балтийского моря. «Масштабы и интенсивность учений, к участию в которых все активнее привлекаются не входящие в НАТО Грузия и Украина, увеличились более чем в два раза», отметил генерал армии Шойгу, добавив, что подобные действия нарушают существующую в мире систему безопасности. Россия, по словам министра обороны, в такой обстановке вынуждена адекватно реагировать. Для этого мероприятия стратегического сдерживания совмещаются с планомерным наращиванием боевых возможностей соединений и воинских частей. Боевой состав войск и система их базирования совершенствуются. Доля современных образцов вооружения доведена в западном военном округе до 54%, южном до 60%, восточном до 51%, уточнил военачальник. По расчетам Пентагона, вооруженные силы России достигнут максимальных возможностей и выйдут на пик своей формы к 2028 году. В 2019 году в западном военном округе основные усилия будут сосредоточены на выполнении 142 мероприятий. Одним из основных из них является формирование зенитного ракетного полка Мобильного резерва, после чего эффективность прикрытия военных и государственных объектов на Балтийском операционном направлении увеличится на 40%. Также взвободут сформированный танковый полк на Балтийском флоте, два полка в 20-й армии, техническая ракетная база округа и береговой ракетный дивизион на Балтийском флоте. Параллельно завершается строительство военных городков для вновь сформированных 3-й и 144-й мотострелковых дивизий 20-й армии. В рамках госпрограммы вооружения в войска западного округа поступит 1272 единицы вооружения, военной и специальной техники. Шойгу не заметил вывода войск США и Сирии. В Южном военном округе предусматривается проведение 30 основных мероприятий, в том числе и формирование ракетной бригады, двух полков, ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса Бал, Центра обеспечения мобразвертывания. Соединения и воинские части получат более 1200 единиц новой модернизированной техники, в результате чего доля современных образцов возрастет до 66%, а боевые возможности округа увеличатся в 1,3 раза. В то же время в Восточном военном округе будут сформированы смешанная авиационная дивизия, зенитная ракетная бригаду, инженерный соперный полк, береговой ракетный дивизион «Бастион». К концу года в войсках округа будет содержаться 26 батальонных тактических групп. Всего в войска округа поступит 1744 единицы вооружения, военные и специальные техники для перевооружения 139 соединений и воинских частей. Стоит отметить, что наши американские партнеры очень внимательно наблюдают за всеми мерами по совершенствованию вооруженных сил. Вчера высокопоставленный сотрудник Пентагона Марк Эспер заявил, что, по их оценкам, уже к 2028 году военный потенциал российской армии достигнет максимальных возможностей. Власть, безопасность, армия, правительство Минобороны, РГИДИО. Продолжение следует... Продолжение следует...